Петр, Виктория Виктория, вам в сумме с Петром нужно набрать 200 очков, если это удастся, команда станет обладателем главного приза за 50 тысяч рублей. Понятно. За 15 секунд нужно будет ответить на 5 моих вопросов. Кроме того, вы увидите, когда мы будем проверять ваши ответы, что мы вам подарили 23 бонусных очка, ну как вам, всей команде. Потому что мы 23 сезона в эфире, все ждем, когда уже будет там 80 очков. И почему-то игроки тоже нестабильно набирают 200. Все, вы готовы? Готова. Тишина. Поехали. Как называется хлебобулочное изделие с изюмом? Булочка с изюмом. Что должно быть у настоящего короля? Корона. Где пишут заметки? В блокноте. Чего не хватает зимой? Снега. У какой мебели бывают колесики? У стула. Отлично. Уложились 15 секунд. Пойдете проверять ответы, прошу вас. Пойдем. Итак, Виктория, давайте проверять был первый вопрос. Как называется хлебобулочное изделие? Хлебобулочное, имя это слово. Хлебобулочное изделие с изюмом. Булочка, сказали вы, с вами согласилась. 24 человека плюс еще 23 бонусных очка. Сумма 47 очков. Больше уже никаких бонусов не будет. Второй вопрос. Что должно быть у настоящего короля? Какой-то атрибут. Вы что сказали? Корона. Корона. Ну, без короны действительно человек не очень похож на короля. С вами согласилась? 32 человека и сумма 79 очков. Это очень успешный ответ. Третий вопрос. Где пишут заметки? Вот тут какие-то подсказки, шепот никому не нужный. Вы что сказали? В блокноте. А это они подсказали или сами придумали? Я не слышала никого. Сама придумала. Я-то слышала. Сама-сама. Я-то слышала. В блокноте сказали вы и с вами согласилась много людей. Их было 31 человек. 31. Четвертый вопрос. Чего не хватает зимой? И вы сказали? Снега. Но особенно этой зимой 2018 года, когда просто заваливало все. Ну ладно, снега сказали вы. Ну, бывают бесснежные зимы действительно. Сколько людей ответил так же? 11 человек, сумма 120 очков. Нет, очень много набираете. Пятый вопрос. У какой мебели бывают колесики? И вы сказали? Стул. Стул. Ну да, говорят даже офисный стул. Да, есть такие кожаные. Офисный стул на колесиках. Ну, кожаные. Это вы махнули. Это там кожзаменители обычно. Стул. И сколько человек ответил так же? 15 суммы, 136 очков. Очень удачная игра. Виктория, вам аплодисменты. Отправляйтесь к вашей команде. А мы ждем Петра, чтобы с ним продолжить большую игру. Большая игра с командой «Ночная бригада». Верните нам Петра. Петр, снимайте наушники. Прошу вас, идите сюда. Пока идете, обратите внимание на табло. Виктория набрала 136 очков. Значит, а где-то вы заблудились? А, вот вы где. 200 минус 136. Хотя бы приблизительно. 64. Супер. Будут те же самые вопросы, на которые отвечала Виктория. Но неожиданно вы можете услышать вот такой сигнал. И это означает, что ваш ответ совпал с ответом Виктории. Быстро, не раздумывая, без моих напоминаний. Нужно будет предлагать другой вариант ответа на тот же самый вопрос. Вы готовы к этому? Да. Тишина. Поехали. Как называется хлебобулочное изделие с изюмом? Булочка. Керц. Что должно быть у настоящего короля? Корона. Меч. Где пишут заметки? В газете. Чего не хватает зимой? Песка. У какой мебели бывают колесики? Кресла. Отлично. Отлично. Уложились 20 секунд. Пойдемте проверять. Прошу вас. 64 очка. В общем-то, легко набрать пятью ответами. Ну, так. Статистически это очень достижимо. Первый вопрос. Как называется хлебобулочное изделие? С изюмом. Сказали бы кулич. Заработали бы 25 очков. Вы сказали. Кекс. И угадали самый популярный ответ на этот вопрос. С вами согласилось. 26 человек. И сумма 152 очка. Второй вопрос. Что должно быть у настоящего короля? Ну, корона, правда, самый популярный ответ. Если бы сказали королевство, заработали бы 16 очков. Это второй по популярности ответ. Вы сказали меч. Ну, это скорее такой рыцарский аксессуар. Ну, короля тоже. Ну, в общем, да. Да. А вы сказали меч. С вами согласилось? Ноль. Такого варианта, к сожалению, не оказалось. Третий вопрос. Где пишут заметки? Ну, и снова. Виктория угадала самый популярный ответ в блокноте. А вы сказали... В газете. И угадали второй по популярности ответ. С вами согласилось. 17 человек. Сумма 179 очков. 21 очко нужно набрать двумя ответами. Четвертый ответ, ну, кажется смешным и нелепым, но это не совсем так. Потому что это зимой. Знаете, я не знаю, как у вас в навигаторе. Наверняка на дороге, когда возникает красный путь, значит, там какой-то затор, возникают значки. И если на него нажать, там пишут, там, авария в левом ряду или авария в правом ряду. Я этой зимой, когда было все завалено снегом, нажал на такой значок, там была надпись. Куплю песок, дорого, водитель фуры. Я не шучу, правда, это была надпись, которую я прочитал. Вы сказали, что зимой, может быть, кто-то так и ответил, не хватает песка. Так вы сказали? Да. А сколько человек ответил так же? Ноль, такого варианта не было. Видимо, мало людей читало то сообщение. Наверное, да. И, наконец, последним ответом вам нужно набрать 21 очко. Теоретически возможно, конечно. Был вопрос. У какой мебели бывают колесики? Ну вот сказали бы диван. Диван на колесиках. Бывает. Да, я не видел. А вы сказали? Кресло. Ну ладно, думаете, 21 очко будет? Будет. Я думаю, да. Будет. Не надо меня пугать. Хорошо. Кресло сказали вы и с вами согласилось. 26 человек. 26. Петр, я вас поздравляю. Это была отличная игра. Спасибо. Они выиграли. Спасибо команде «Города». Большое спасибо команде «Ночная бригада». Вы выиграли главный приз. Здорово. Спасибо вам за внимание. До встречи. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова